Приветствую друзья, перед просмотром видео не забудьте подписаться на канал. В 1969 году советский военно-морской флот шокировал военных США и НАТО новой и невероятно продвинутой подводной лодкой проекта 705 Лира, ход НАТО Альфа, которая могла ходить быстрее погружаться глубже, чем любые другие. Альфа стала огромным шагом вперед в проектировании подлогов, сказал командир военно-морского флота США в отставке, Дук Литтл Джонс, военно-морскому эксперту Иену Валентайну. Валентайн описывает революционные особенности Альфы в своей книге «Охотники за убийцами», начиная с обтекаемого, полностью титанового корпуса лодки, который один советский офицер сравнил с дорогим произведением искусства или космическим кораблем. Альфа была сравнительно небольшой, ее длина составляла 80 метров, а экипаж насчитывал всего 32 человека. ЦРУ смогло довольно быстро определить возможности новой лодки, изучив советскую металлургию и проведя вербовку шпионов в кругах, близких к производству. У субмарины были новые мощные ядерные реакторы 155 мегаватт, обеспечивающие мощность 40 тысяч лошадиных сил, что делало их похожими на подводные гоночные машины. Удивительное ускорение позволяло Альфе разогнаться от 6 до 42 узлов всего за 120 секунд, но использование жидкого металла для охлаждения реактора было чрезвычайно радикальным и очень опасным. Более того, высокая скорость создавала много шума. Балантайн заявил, что как только Альфа появится, чтобы сражаться с лобками НАТО, она будет уничтожена из-за своей шумовой подписи. Можно конечно поспорить, ведь немногие торпеды тогда развивали сравнимую скорость. Но вот торпеды МК-48 модель 5 развивали скорость более 60 узлов и фактически не оставляли АПЛ Лира практически никаких шансов на выживание. Тут конечно можно долго спорить, что модель 5 появилась позже Лира, и до середины 80-х не было надежных способов борьбы с этой подлодкой. Или сказать, что атакующие подлодки противника просто не могли догнать Лиру, чтоб атаковать ее и стрелять на больших глубинах. Оставляйте свое мнение в комментариях. Американские, французские и британские подводные лодки были более сбалансированными, по словам Балантайна. Они сочетали в себе хорошую скорость, глубину и что самая важная малошумность, которая помогает выживать в военное время. В итоге 7 высокотехнологичных подводных лодок проекта 705, способных достигать 41 узел под водой, около 80 км в час, и до 450 метров глубины, уступали там, где это действительно имело значение. Их скорость и сопротивление глубоководному давлению были достигнуты за счет шумных внутренних механизмов, которые делали их легко обнаруживаемыми и уничтожаемыми. Военно-морской флот СССР отправил в отставку три субмарины в 1990 году и три в 1996 году. Одну вывели ранее, в 1972 году, из-за поломки первого контура энергетической установки. Приемники уже были, как и их соперники по НАТО, уравновешенные и намного более боеспособны. Несмотря на то, что эти проекты были медленнее и погружались на меньшую глубину, чем Лира. Всем добра. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok